Я напомню, что последняя вещь, на которой мы остановились, это была история про то, что в случае рядов бесконечных сумм могут не работать какие-то привычные и казавшиеся безопасными правила, типа от перестановки слагаемых суммы не меняется. А именно, давайте я напомню некоторые определения. Кусочек называется перестановки условно-сходящихся рядов. И я напомню определения. Значит, ряд сумма по k от единицы до бесконечности, а k t называется абсолютно сходящимся. Если сходится соответствующий ряд из модулей, то есть если я поставлю вместо a k t модуль, a k t, то такой ряд должен сходиться. То есть если вот такой ряд из модулей сходится. Значит, в этом случае ряд называется абсолютно сходящимся. Значит, некоторая теорема, которая была, кажется, включена в семинарский листочек в виде задачи, состоит в том, что если ряд абсолютно сходится, то он просто сходится в обычном смысле. Строго говоря, в определении не сказано, что ряд a k t должен сходиться. Но вот на самом деле оказывается, что сходится. Если он сходится абсолютно, то есть если сходится ряд из модулей. Дальше. Бывает такая ситуация, что ряд сходится, но ряд из модулей не сходится. То есть ряд сходится, но не абсолютно. В этом случае ряд называется условно сходящимся. Значит, если ряд a k t сходится, но не абсолютно, говорят, что он условно сходится. И вот как раз про условно сходящиеся ряды мы сейчас поговорим. Значит, теорема, которую я сформулирую, звучит так. Это теорема Риммана. Звучит она так, что если я буду переставлять слагаемое в условно сходящемся ряду, то могу получить любое число. Значит, пусть у меня есть какой-то ряд. Сумма пока от единицы до бесконечности. А k t и он условно сходится. Тогда для всякого числа c, для произвольного вещественного числа c найдется перестановка членов. Значит, перестановка членов ряда. Такое, что после перестановки сумма будет равна c. Это выглядит немножко странно. Ну, то есть, что мы говорим. У нас есть какая-то бесконечная сумма. Мы в этой бесконечной сумме можем переставлять слагаемое. То есть, образовать новую бесконечную сумму, которая устроена так, что мы просто каждый элемент старой суммы ставим не на свое место, а на какое-то другое место. Ну, казалось бы, почему, в принципе, это может привести к тому, что эта самая бесконечная сумма изменит свое значение. Как вообще такое возможно, если мы знаем, со школы нас учат, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. Ну, вот оказывается, что конечные суммы действительно от перестановки слагаемых не меняются. А когда в дело вступают бесконечности, тут можно ожидать ничего-то странного, например, такого. Значит, понятна ли постановка задачи, понятна ли формулировка теоремы? Да, понятно. Есть ли какие-то вопросы по постановке теоремы, формулировке? Хорошо, если вопросов нет, давайте попробуем ее доказать. Смотрите, значит, первое, что я сделаю, это я разобью мой условно сходящийся ряд в отдельно выделить те слагаемые, которые являются положительными, и отдельно выделить те слагаемые, которые являются отрицательными. Давайте я введу такое обозначение. Давайте я скажу, что АКТ с плюсиком – это и есть АКТ, если АКТ положительна, и ноль в противном случае. А АКТ с минусиком – это наоборот. Это и есть АКТ, если АКТ отрицательна, и ноль в противном случае. Тогда, во-первых, что мы можем сказать? Во-первых, как выразить АКТ через АКТ с плюсиком и АКТ с минусиком? АК плюс – это означает, что мы занулим эту штуку, если она отрицательна, и АК минус означает, что мы занулим ее, если она положительна. В противном случае мы оставляем ее как есть. Как выразить АКТ через АК плюс и АК минус? Это просто их сумма, нет? Это просто их сумма, да, совершенно верно. Значит, АКТ – это просто их сумма. А как выразить модуль АКТ? Ну, это АК плюс минус АК минус. Это АК плюс минус АК минус. Как видно, что действительно так? Значит, среди АК плюс и АК минус, ну, может оказаться, что они оба нули, если АКТ просто сама была равна нулю, но либо если, значит, либо один из них может быть не нулем. Оба они не нулем быть не могут, потому что вот эти два условия противоречат друг другу. Либо один положительный, либо другой, либо один не нуль, либо другой не нуль. Поэтому если вы складываете, то вы просто восстанавливаете АКТ. Если вы вычитаете из плюсика минусик, то как раз вы получаете модуль, потому что если АКТ было положительным, то вот это слагаемо будет не нулевым, а если АКТ было отрицательным, то вот это слагаемо будет не нулевым, и оно войдет со знаком минус, поэтому результат будет положительным. Вот. Хорошо. Давайте теперь вот что скажем. Значит, я хочу рассмотреть такую вещь. Вот я знаю, что у меня АКТ равняется АК плюс плюс АК минус. Давайте я рассмотрю теперь два таких ряда. Отдельно рассмотрю ряд, который называется ряд, составленный из АК плюс, пока от единицы до бесконечности. И отдельно рассмотрю ряд, пока от единицы до бесконечности АК минус. Давайте посмотрим, что вы можете сказать про вот эти вот два ряда. Может ли так оказаться, что эти ряды, могут ли они оказаться, например, обысходящимися? Может ли так оказаться, что оба этих ряда сходятся? Нет, не может быть, потому что у нас ряд условно сходится, значит, он не абсолютно сходится. Так, а что? То есть, а у нас, если мы из первого ряда вычтем второй, мы получим как раз ряд от модуля АКТ. Да. Да, если бы эти ряды, значит, если бы оба вот этих ряда сходились, тогда обязательно вот такой вот ряд тоже бы сходился бы, ну, просто потому что ряды можно складывать, если они сходятся. Но это противоречит тому, что ряд не является абсолютно сходящимся. Значит, вот эта штука расходится, следовательно, значит, вот эти две штуки, они не могут быть одновременно сходящимися. Хорошо, а может такое быть, что один сходится, а другой расходится? Вот, например, с плюсиками сходится, а с минусиками расходится или наоборот? Ну, тоже нет. Тоже нет, а почему? Ну, потому что мы знаем, что у нас АКТ сходится. АКТ – это сумма этих двух рядов, АК плюс и АК минус. И вот если хотя бы один из них не существует, то у нас и АКТ тоже не сходится. Да, ну, вот действительно, значит, если у нас есть два ряда, один расходится, а другой сходится, то сумма их будет расходиться. Значит, ну, такая теорема про пределы. Если один предел расходится, а другой сходится, то их сумма не может быть сходящейся, потому что если бы… Значит, ну, вот представьте себе, например, что? Например, вот эта штука расходится, а эта сходится. Но тогда бы мы что получили? Тогда мы получили бы… С другой стороны, мы знаем, что их сумма – это сходящийся ряд вот такой. Но тогда я просто бы перенес бы вот эту штуку в правую часть, и у меня тогда было бы равенство… Значит, вот про эту штуку я знаю, что она сходится. Значит, у меня было бы равенство, что вот этот расходящийся ряд равен разности двух сходящихся. Так тоже не может быть. Значит, поэтому… Значит, так тоже не бывает. Не может такого быть, чтобы один ряд расходился, а другой сходился. И оба сходящимися быть не могут. Значит, единственный оставшийся вариант – это когда они оба расходятся. Значит, следовательно, оба этих ряда… АК плюс и АК минус расходятся. Значит, вот это первый шаг нашего рассуждения. Давайте на него посмотрим внимательно. Есть ли какие-нибудь вопросы про него? Можете еще раз повторить, почему они не могут быть одновременно сходящимися? То есть, если бы они были бы одновременно сходящимися, тогда бы их разность была бы одновременно сходящаяся. Но их подчленная разность равняется просто ряду, которые составлены из модулей. Значит, у нас есть из арифметики пределов следует, что если существует такой предел, существует такой предел, то существует и предел разности. И он равен как разности этих двух пределов. Но вот предел разности – это будет как раз, поскольку разности отдельных элементов – это есть просто модуль АКатых. А про модуль АКатых мы предположили, что этот ряд расходится, потому что по предположению ряд АКатых исходится только условно. То есть ряд модулей расходится. Значит, вот такой ряд обязательно расходится. Ну, а с другой стороны, вот этот ряд является просто суммой такого и такого ряда. То есть не может такое быть, чтобы расходящийся ряд был бы суммой или разностью двух сходящихся. Видел? Да, я понял. Спасибо. Еще вопросы? Хорошо. Ну что, значит, верите в то, что оба этих ряда расходятся. Значит, ну давайте для проверки, давайте поймем, как они будут расходиться. Например, что вы можете сказать вот про этот ряд, про соответствующий поддел частичных сумм? Он куда стремится? Значит, он, конечно, расходится, то есть не стремится к никому числу. Но куда он стремится, если не к числу? К минус бесконечности. К минус бесконечности. А почему обязательно к минус бесконечности? Ну, у нас же все члены меньше нуля. Да, потому что все члены отрицательны, никогда больше он не может стремиться. Значит, если бы он не стремился бы к минус бесконечности, то он был бы ограниченным. Если бы он был бы ограниченным, то последовательность частичных сумм была бы монотонной ограниченной последовательностью, и у него был бы предел. Значит, эта штука стремится к минус бесконечности, а эта штука стремится к плюс бесконечности. Значит, сумма из окаты с плюсиками стремится к плюс бесконечности. Вот, никуда не денется. Окей. Смотрите, значит, у нас вот эти вот два ряда на самом деле сейчас будут такими как бы строительными материалами, из которых мы будем собирать новые даты. Значит, давайте я сейчас для простоты буду считать, что у меня в исходном ряду не было нулевых слагаемых. Просто если они были, то я их просто пропущу. Их там не может быть. Ну, то есть, очевидно, что у меня были какие-то ненулевые слагаемые, и этих ненулевых слагаемых было бесконечно много. Вот, а нулевые я просто выкину. Вот, и давайте теперь действовать таким образом. Вот, смотрите, я... Давайте считать, что вот у меня вот этот ряд, который состоит только из положительных слагаемых моего исходного ряда. Это такой мешок с подарками. Здесь есть подарки разной, так сказать, величины. Есть подарки побольше, поменьше. Вот, но это все подарки. Вот. Вот эти отрицательные элементы моего исходного ряда, это, не знаю, как назвать, мешок с антиподарками. С отрицательными. Отрицательные подарки лежат. Антиподарки. Подарки улучшают настроение, а антиподарки ухудшают настроение. И самое главное, что мы про эти мешки знаем, во-первых, то, что в обоих мешках как бы содержится бесконечный потенциал. То есть, во-первых, в мешке с подарками достаточное количество подарков, чтобы сделать настроение сколь угодно хорошим, а в мешке с антиподарками достаточное количество антиподарков, чтобы сделать настроение сколь угодно плохим. и теперь допустим что я хочу сделать настроение каким-то конкретным вот я выбрал какое-то конкретное число c и значит сейчас буду добиваться того чтобы путем перестановки слагаемых в моем ряду получить ровно это настроение ну что такое перестановка слагаемых я могу сказать вот что я просто буду каждый раз выбирать очередной очередной подарок очередной элемент ряда либо из одного мешка либо из другого мешка то есть я просто беру очередной элемент моего исходного ряда я двигаюсь просто слева направо и каждый раз выбираю либо элемент который вот отсюда берется либо элемент который отсюда берется при этом как бы порядок следования элементов он такой же как вот здесь или вот здесь при этом в нулевые элементы пропускаю у меня подарок у меня подарки они как-то пронумерованы мне есть на них порядок такой же порядок был в исходном ряду но просто теперь я могу решать что вот я хочу из из вот этой суммы брать и из вот этой суммы давайте давайте предположим что у меня c больше 0 значит я стартую с числа 0 и это означает что первое что я должен сделать это я должен написать что я хочу приблизиться к числу c и до этого я должен написать какой-то положительный элемент из моего ряда значит вот я беру в качестве моего первого элемента но в ряда беру первый положительный элемент вот из вот этого на каплю секс просто 1 положительная ativos его исходного ряда значит вот я в написал и благодаря этому я сдвинулся на этот элемент Давайте я назову это B1. Дальше, возможно, вариант. Может быть, я уже перескочил через C, а может быть, не перескочил. Но если не перескочил, то я возьму следующий элемент. И так далее. И так я буду делать до тех пор, пока не перескочу через C. Первый шаг. Берем элементы, берем положительные элементы исходного ряда до тех пор, пока их сумма не превысит C. А если равно станет? Если она равна станет, значит, все равно делаем еще один шаг. Нам нужно именно, чтобы она превысила. Нам нужно перескочить через эту штуку, через C. И мы таким образом выписали какое-то количество, то есть мы взяли из исходного ряда какое-то количество членов, записали их в новый ряду. Как вы думаете, что мы дальше будем делать? Допустим, мы взяли вот этот подарочек, вот этот подарочек, что мы дальше будем делать? Вот перескочили мы через C. Вычитайте. Будем вычитать. Мы, на самом деле, будем брать элементы из вот этого мешка с антиподарками. Мы уже слишком хорошее настроение устроили, и теперь давайте его чуть-чуть ухудшим. Опять же, когда мы будем ухудшать, у нас, возможно, тоже вариант. Вот мы взяли один элемент. Мы могли перескочить через C, а могли не перескочить. Но если не перескочили, возьмем еще один. И так далее, пока не перескочим. Ну, вот смотрите, я пишу здесь, значит, что мы эти элементы будем брать до тех пор, пока не перескочим через C, туда или обратно. Почему я так уверен, что эти элементы найдутся? Почему я так уверен, что рано или поздно мы перейдем через C? Минус бесконечности стремится раз. Значит, существо — это так, как ряд из плюсиков, из АК-плюсиков стремится к плюс бесконечности. Значит, раз он стремится к плюс бесконечности, то значит, то, что я сказал, что здесь есть такой бесконечный потенциал для улучшения. А тут есть бесконечный потенциал для ухудшения. Поэтому на обратном пути мы тоже рано или поздно преодолеем вот эту отметку C. Может быть, это произойдет за один шаг, может быть, за тысячу. Но рано или поздно обязательно преодолеем. Потом берем отрицательное. Опять, до тех пор, пока не преодолеем C. Значит, пока вся общая сумма положительных и отрицательных не станет меньше C. Ну, хорошо. Ну, допустим, стало. Что мы дальше стали делать? Опять берем с плюсиками. Опять берем с плюсиками. Откуда мы начинаем? С какого места мы начинаем? Там, где закончили, когда прибавляли. Да. Там, где мы закончили предыдущую итерацию движений вправо, мы и продолжаем вторую итерацию движений вправо. То есть, как я сказал, у нас все эти элементы с плюсиками, они упорядочены в таком же порядке, в котором они были исходны. Мы просто продолжаем там, где закончили. И так далее. Значит, вот мы еще сделаем сколько-то шагов вправо, опять же, до тех пор, пока не пересечем C. Ну, и так далее. И так мы будем болтаться туда-сюда, вправо-влево, вправо-влево. А мы берем случайный элемент? Или по порядку? Мы берем строго по порядку. Вот в том порядке, в котором они шли в исходном. В исходном ряду, в том же порядке мы их берем. То есть, это не обязательно порядок возрастания, убывания? Нет, это не обязательно порядок возрастания, не обязательно порядок убывания. Это порядок, ровно тот порядок, в котором они шли в исходном ряду. Понятно, почему. Вот. Хорошо. Ну, смотрите, во-первых, понятно ли, что этот процесс будет продолжаться до бесконечности? И при этом он будет продолжаться именно вот так, чередуясь. Мы всегда будем в какой-то момент перескакивать через C, а потом перескакивать в обратную сторону, потом перескакивать снова, потом перескакивать в обратную и так далее. Все ли в это верят? Следующий вопрос. Все ли верят в то, что в результате мы, если продолжали этот процесс до бесконечности, то рано или поздно в новый ряд попадет любой элемент из старого ряда? Подождите, что значит попадет? Ну, вот рано или поздно мы доберемся, вот в ходе этого нашего процесса, рано или поздно мы доберемся до любого элемента. Вот я сказал, что вот, допустим, меня интересует пятитысячный положительный элемент или там десятитысячный отрицательный элемент. Вот рано или поздно мы до него доберемся в ходе этого процесса. А, ну да. Ну, поскольку процесс никогда не закончится, а с другой стороны, каждый раз у нас, значит, ну, что мы знаем? Мы знаем, во-первых, что каждый раз у нас либо происходит вытаскивание положительных элементов, либо отрицательных, и хотя бы один элемент будет вытащен. А еще то, что они всегда будут чередоваться, не может такого быть, что мы начинаем с какого-то момента будем вытаскивать только положительные элементы. Это ровно, опять же, условия бесконечного потенциала мешка с подарками, мешка с антиподарками. Вот. Значит, поэтому рано или поздно мы таким образом выпишем весь исходный ряд, ну, точнее, все элементы исходного ряда, никого не пропустим. Последний вопрос, который осталось обсудить, это вопрос, все-таки, а правда ли, что эти частичные суммы, которые у нас будут получаться, правда ли, что они будут сходиться к С? Ну, давайте посмотрим. Во-первых, мы знаем, что раз исходный ряд сходится, значит, что вот такая вот штука сходится. Что мы знаем про Акаты в этом случае? Стремятся к нулю. Что они стремятся к нулю. В прошлый раз доказывали, что если ряд сходится, то его штука стремятся к нулю. С другой стороны, если посмотреть на отклонение от вот этого числа С, то видно, что оно не превосходит какого-то элемента Акаты. Ну, потому что, вот смотрите, вот, допустим, я добрался до, допустим, я добрался вот до этого, вот до этого момента. Значит, вот я проскакивал, проскочил сюда, а потом проскочил обратно. Но я знаю, что я вот в этот момент, мое расстояние до С будет не больше, чем длина вот этого скачка, потому что как только я делаю этот скачок, как только я перескакиваю, я меняю направление. Поэтому вот если я буду смотреть за максимальным отклонением на каждом проходе вправо или влево, то это максимальное отклонение никогда не больше, чем модуль того элемента, на котором я совершил скачок. С другой стороны, этот элемент выбирается каждый раз все позже и позже. У него номер все больше и больше. Просто потому что я перебираю элементы в том же порядке, в котором они были в исходном ряду. Ну, отдельно положительные, отдельно отрицательные, но в рамках своего класса порядок сохраняется. Поэтому это означает, что вот это отклонение от С у меня будет стремиться к нулю. Но это и означает, что у меня эти частичные суммы будут сходиться к С. Как бы я буду, вот это шатание вправо-влево будет становиться все меньше и меньше и меньше и меньше. Ну, может быть, не монотонно, но оно будет стремиться к нулю. Просто потому что шажки будут становиться, шажки будут стремиться к нулю, потому что шажки – это как раз мои а-карты. Как? Можно еще раз, почему модуль шага обратно будет меньше предыдущего шага? Ну, вот смотрите, давайте так, давайте еще раз пошагаем и внимательно будем смотреть за отклонением. Значит, вот у меня есть какое-то начальное отклонение, допустим, от нуля, если я стартую. Значит, когда я делаю шаги в сторону С, то есть до тех пор, пока я не перескочил через С, у меня это отклонение только уменьшается. Дальше. В тот момент, когда я делаю перескок, вот давайте я сделаю перескок и сделаю здесь некоторую промежуточную паузу. Значит, у меня дальше два утверждения. Первое утверждение. Вот в этот момент, в тот момент, когда я сделал перескок, отклонение моей частичной суммы от целевого значения С меньше, чем модуль того элемента, на котором я сделал перескок. То есть вот у меня этот перескок – это плюс А какое-то, допустим, А7 с плюсиком. Значит, вот это расстояние, оно меньше, чем модуль вот этого А7 с плюсиком. Значит, понятна вот эта мысль? Да. Вот, теперь смотрите, значит, теперь я сделал этот перескок, но дальше я изменил направление. И теперь у меня опять, значит, у меня опять отклонение будет сначала уменьшаться, а потом самое большое, что может произойти, это опять я получил отклонение от С, но теперь уже на величину, допустим, вот это было А7 с плюсиком, а это будет, допустим, там А1 или там А какой-нибудь, ну хорошо, А1 с минусиком, а это там какая-нибудь А3 с минусиком. Значит, ну, значит, вот здесь, после того, как я сделал вот это отклонение, вот это вот расстояние не превосходит, вот это А3 с минусиком. И так далее. То есть, как бы, за счет того, что у меня вот эти шажки будут все меньше и меньше, у меня со временем это отклонение будет все меньше и меньше. Я буду двигаться вправо и влево маленькими шажками, и поскольку я каждый раз меняю направление, когда перескакиваю через целевую точку, у меня в всякий раз отклонение будет тоже стремиться к нулю. Значит, оно не обязано монотонно убывать этого отклонения, но, по крайней мере, я точно знаю, что у меня на… Вот если я беру те моменты, когда я совершил перескок, то у меня в эти моменты отклонения будет не больше, чем модуль соответствующей Ашки, на которой перескок совершен. А следующие отклонения, они будут, ну, они будут только уменьшаться. То есть, вот в тот момент, когда я не перескакиваю, у меня отклонения только уменьшаются. Поэтому отклонение стремится к нулю. Илья, здравствуй, вопрос. А вот, а почему мы вообще можем утверждать, что мы перескочим, как бы, точку С, если мы сначала ушли вправо с помощью положительного ряда, то почему мы вообще говорим, что этих Ашек хватит, чтобы, как бы, уйти влево всегда? Да, я пропустил. Значит, потому что мы доказали, что вот эти ряды, которые составлены из отдельно положительных и отдельно отрицательных слагаемых, что они оба расходятся. Значит, тот ряд, который составлен из положительных слагаемых, обязан стремиться к плюсу бесконечности, потому что раз он расходится, ну, а с другой стороны он составлен из положительных слагаемых, значит, он никак по-другому расходиться не может, он не может вот так колебаться. Он должен стремиться к плюсу бесконечности. А ряд составленных отрицательных слагаемых расходится, наоборот, к минус бесконечности. Это связано с тем, что если бы это было не так, то у нас не могло бы одновременно выполняться сходимость ряда из окаток и расходимость ряда из модулей. А, все, да, я понял, спасибо. А раз они стремятся к бесконечностям, то, значит, выбирая из них члены, мы можем получить сколько угодно большое число. Причем, если мы уже выбрали первых тысяч членов, все равно в остатке, у нас все равно остается достаточно элементов, чтобы добраться куда угодно. Вот такая история. Давайте еще вопросы. Мы не можем сказать просто, что у нас окаты стремятся к нулю. И, значит, поскольку у нас, как бы, наша сумма рядов, она приближается к С именно из-за этого. Потому что у нас расстояние меньше, чем какое-то окаты, а окаты стремится к нулю. Ну, то есть, это же оно и есть, да? Ну, это оно и есть, да. Это вот примерно то, что я хотел сказать. Единственное, что нужно понять, меньше, чем какое окаты, потому что, значит, ну вот мы точно знаем, что если мы берем, например, моменты перескоков, то в моменты перескоков это расстояние будет меньше, чем вот та ашка, которая как раз использовалась для этого перескока. А те, которые не являются моментом перескоков, там расстояние будет как бы минимум из двух ашек. Из той ашки, на которой мы перескочили в эту сторону, и из той ашки, на которой мы перескочили в другую сторону. То есть теоретически могло бы так оказаться, что я делаю шаг вот сюда, а потом, ой, что-то у меня отключилось. Теоретически возможно такое, что я делаю шаг в одну сторону, а потом делаю большой шаг в обратную сторону. Поэтому на самом деле у меня там возникает некоторый максимум из двух значений. Могло бы быть так, что я делаю, например, так шаг, потом вот так, а потом вот так. Но даже если бы произошло вот такое, то все равно у меня расстояние отсюда до сюда, ну вот оно меньше, чем вот эта ашка. Конкретно эта ашка, допустим, могла бы оказаться большой, но все равно, когда я эту операцию много-много раз сделаю, у меня большие ашки закончатся, потому что ашки стремятся к нулю. А ашки у нас почему стремятся к нулю? Ашки стремятся к нулю, потому что ряд составленных этих ашек сходятся. А мы в прошлый раз обсуждали, что если ряд сходится, то у него член обязан стремиться к нулю. Потому что, ну там, можно взять две соседние частичные суммы, вычесть одну из другой, получится как раз наша ашка. Поскольку сумма сходится к одному и тому же числу, то их разность должна стремиться к нулю. Мы получили, что для любого C принадлежащего R у нас ряд Акатых сходится к C, да? Ну, не ряд, не наш исходный ряд Акатых, потому что, как бы, когда мы говорим, что у нас есть ряд, вот такой вот ряд, мы не просто его элементы перечисляем, мы эти элементы перечисляем в определенном порядке. Вот у меня есть первый элемент, есть второй элемент, и это не то же самое, что поменять их местами. Но оказывается, что если мы их переставим, то сумма вот этого ряда после перестановки, состоящая из тех же самых элементов, но просто переставленных, она окажется равна на C, да. Почему мы тут делаем, почему тут перестановка, если мы же все элементы как бы по порядку берем, да? Ну нет, мы их берем не по порядку, мы их берем не совсем по порядку, потому что мы сначала берем столько, сколько нам нужно положительных членов. Ну вот представьте себе, что у вас в исходном ряду было, допустим, что-нибудь в таком роде у вас. Исходный ряд как-нибудь так, устроен 2, минус 5, 3, 9, минус 17, 2. Ну а там дальше чего-нибудь. 1, 2, 1, 3, минус 1, 4, еще чего-нибудь. Ну вот, допустим, что вам нужно, три элемента положительных, то после этого вы переключитесь. Вот вы возьмете вот этот элемент, вот этот элемент и вот этот элемент. Значит, после перестановки ряд будет устроен так, что он будет начинаться с 2, 3, 9, и только после этого вы начнете брать отрицательные элементы, минус 5, допустим. А потом вы возьмете еще один положительный, допустим, вот эту двойку. Может быть, вот как-нибудь вот так у нас будет устроено. А потом вы возьмете, что-то было минус 5, а потом вы возьмете вот эту минус 17. То есть это все-таки перестановка за счет того, что мы как раз очередуем этапы, когда мы берем только положительные элементы, и этапы, когда мы берем только отрицательные элементы. Поэтому это не то же самое, что наш исходный ряд. Исходный ряд куда-то сходился, нам даже не интересно, куда. Можете, пожалуйста, пример провести? Ну, давайте я попробую. Значит, вот давайте какой-нибудь конкретный сейчас ряд напишу, скажем. Ну, не то чтобы я сейчас приведу пример, досчитанный до конца, потому что с этими самыми условно сходящимися рядами это не так-то просто привести пример ряда, который с одной стороны условно сходится, с другой стороны мы знаем, как к нему сумму посчитать, а с третьей стороны мы еще знаем, что-то про его перестановки. Ну, давайте я просто покажу еще раз, как этот механизм работает. Допустим, у меня ряд такой, скажем, 3, минус 1, 2, 1, минус 1, 2, минус 1, 3, 1, 2, 1, 5. Давайте начнем с вот такого. И, допустим, целевое число, которое я хочу, это число, ну, скажем, 5,5 я хочу получить. Что я тогда сделаю? Я тогда в качестве нового ряда буду выписывать такую штуку. Значит, вот я взял, значит, я стартую с нуля. Дальше мне нужно получить 5,5. Значит, я возьму… Давайте даже не 5,5, давайте даже я возьму сейчас, скажем, 4,5. Я хочу получить ровно 4,5 в качестве суммы. Это моя цель. Значит, что я сделаю? Я возьму, к нулю прибавлю вот эту тройку. Получу тройку. Потом я прибавлю двойку. Ну да, у меня тройка и двойка какие-то странные получились. Ну ладно, я думаю, вы мне поверите, что это тройка и двойка, хотя… Хотя не похоже. Получу пятерку. Значит, вот у меня первые два члена моего нового ряда. Это вот эта тройка и вот эта двойка. Дальше я переключусь в обратную сторону. Значит, я должен взять теперь отрицательный член. Причем у меня нет никакого произвола в том, какой член я беру. Я беру первый отрицательный член. Значит, вот минус единица. Значит, из-за этой минус единицы я теперь скакну вот сюда, вот в четверку. Значит, минус единица. Стало быть, вот у меня следующий мой элемент. Вот она, эта минус единица. Вот видно уже, что я переставил элементы. У меня сначала исходно был порядок 3-1-2, а осталось 3-2-1. Значит, вот видно, что за счет этого скачка я перешел в 4. Теперь мне нужно опять переключиться. И у меня опять нет никакого произвола в том, какой следующий элемент я возьму. Мне в качестве следующего элемента нужно брать обязательно вот эту единицу. Значит, вот я взял эту единицу, скакнул в обратную сторону. Значит, обратно попал в пятерку. Теперь мне нужно опять выбирать отрицательные элементы. Значит, насколько мне их нужно выбирать. Ну вот я возьму, значит, сколько теперь отрицательных элементов мне придется взять. И какие это элементы? Минус 1-2, минус 1-3. Да, но вот за счет минус 1-2 я попаду ровно в 4,5. Но это не то, что я хочу. Я хочу перескочить. Значит, потом я попаду в 4,5, минус 1-3. Вот куда-то сюда я попаду. И так далее. Значит, вот у меня получится теперь... Получатся вот эти члены, они попадут вот сюда. Значит, вот у меня здесь будет минус 1-2, минус 1-3. Ну вот так я постепенно выписываю мой новый ряд, который является перестановкой элементов моего исходного ряда. Как? Это сойдет в качестве примера? Да, ну, правда, конечно, непонятно, почему у нас вот ряд есть. Мы просто переставляем слогаемые и получаем, что хоть хотим. Ну да, эффект совершенно парадоксальный. Это правда. Но, с другой стороны, если так немножко подумать над этим, то, ну, в общем, не то, чтобы он был бы совсем неожиданным. Потому что, ну, что произошло? Ну, допустим, что у вас было... Допустим, что у вас там чередуются примерно одинаковые положительные и отрицательные слогаемые. Примерно одинаковые по своей величине. А вы хотите сделать, чтобы результат был бы, допустим, не ноль, а больше. Ну, у вас есть... Впереди есть, так сказать, бесконечное количество места. Значит, вот вы возьмете эти отрицательные слогаемые, отправить его в эту бесконечность так, чтобы они бы чередовались бы с положительными, так, чтобы положительных вот в среднем было бы вдвое больше, чем отрицательных. Ну, а так, если вы будете эту сумму наращивать, вы же можете такое сделать. Вы же можете между любыми двумя положителями засунуть отрицательные, например. И у вас получится общая сумма, которая станет теперь не нулем, а чем-то положительным. Ну, вот за счет вот этого бесконечного резерва размещения элементов, в каком хотите порядке, вы можете достигать любой суммы. Ну, вот примерно так это и работает. Ну, да, от перемен места слогаемых поменялась сумма. Ну, то есть, мы как бы бесконечности по-разному. У нас есть ряд положительных окнатов, которых плюс бесконечности, и ряд отрицательных, которых минус. И мы просто так подбираем, чтобы у нас… Ну, конечно, нельзя так говорить, но у нас как будто мы из одной бесконечности вычитаем второе и получаем какое-то определенное число. Ну, да, это какие-то эффекты тоже связаны с тем, что они в какой-то мере близки к тому, что с бесконечностями возникает что-то такое хитрое. Ну, вот здесь конкретный эффект основан на том, что вот у нас есть сумма элементов, которые можно представлять. Вот. Ну, так, есть еще вопросы по доказательствам? Хорошо. Давайте я тогда перейду ко второй части сегодняшней лекции. А именно я хотел немножко поговорить про комплексные числа. Это такая тема, которая, как правило, не входит в материалы анализа 1. Так, изначальную формулировку теоремы… Сейчас покажу. Вот она. Изначальную формулировку теоремы. Ну, да, это похоже на то, на вычитание одной бесконечности с другой бесконечности, правда. Вот. Итак, значит, я хотел немножко поговорить про комплексные числа, которые обычно не входят в курс анализа, но я как-то люблю комплексный анализ, и мне кажется, что будет полезно, если я вам сейчас про комплексные числа немножко порассказываю. Никуда не деньтесь, все равно на линии алгебры они возникают совершенно в таком виде, что их невозможно обойти мимо, поэтому давайте начнем с ними знакомиться прямо сейчас. Значит, смотрите. Ну, кто такие комплексные числа? Ну, все хорошо знают, что вот бывают квадратные уравнения, которые не имеют решений. Вот. Х квадрат плюс 1 равняется 0, нет таких решений. Не бывает чисел вещественных, которые бы в квадрате давали бы минус 1. Ну, откуда мы это знаем? Ну, мы это знаем, потому что мы знаем, как устроена эпигметика у вещественных чисел. В частности, мы знаем, что если мы перемножаем два числа, то если там, например, они были оба положительными, то в произведении он будет положительным. Если они были оба отрицательными, то минус на минус дает плюс, и в произведении будет тоже положительное число. И поэтому нет никакого шанса, что вы вызваете число в квадрат и получаете минус 1. Но что делать, если очень хочется все-таки решить такое уравнение? И вы даже готовы смириться с тем, что вы получите в результате этого решения какой-то объект, который не является вещественным числом. Вы точно получите... То есть вещественное число получить без шансов. Это мы точно знаем. Теорема такая есть. Может быть, мы можем придумать что-то другое, что-то, что выходит за рамки вещественных чисел, и при этом, с одной стороны, позволяет нам решать вот такие уравнения, а с другой стороны, образует какую-то разумную числовую структуру. Ну вот оказывается, что да, это можно сделать. И более того, если мы разрешим себе решать одно единственное вот это уравнение, мы после этого сможем решать любые уравнения полиномиальные. Ну в том смысле, что у любого полиномиального уравнения будут корни. Можно вычислить корни любой степени, и, в общем, сразу возникает некоторый новый удивительный мир. Ну вот давайте мы по определению будем считать, что у нас есть такое число, которое обозначается буквой I, называется I. Значит, которое является решением этого уравнения. Значит, по определению I, это какой-то непонятный, пока непонятный объект, но единственное, что мы знаем, что I квадрат равняется минус единице. Вот это единственное, что мы знаем про I. А дальше мы хотим как-то встроить его в наш привычный мир, в котором есть числа, с числами есть арифметические операции, числа бывают, значит, мы знаем, как числа примерно выглядят. И вот хотим включить и в это пространство чисел. Ну, что это означает? Это означает, что, по крайней мере, нам нужно сказать, что мы можем умножать I на те числа, которые у нас уже есть, и прибавлять к ним какие-то числа, которые у нас уже есть. То есть это означает, что мы хотим уметь рассматривать вот такие выражения. X плюс I, Y, где X – вещественное число, Y – тоже вещественное число. Значит, по определению, вот такая штука, X плюс I, Y, называется комплексным числом. Например, число 2 плюс 3I – это комплексное число. Вот. Значит, больше мы сейчас их дополнительно расширять пространство не хотим. Вот хотим рассматривать вот такие вот штуки. Значит, вещественное число плюс и умножить на какое-то другое вещественное число. Ну, дальше нам нужно как-то определить, ну, там, если мы хотим считать, что это что-то похожее на числа, то нам нужно как-то определить арифметические операции с этими числами. Мы хотим сохранить как можно больше правил, которые мы знали про обычные числа. Поэтому мы будем всячески во всех местах, где мы можем применить какое-то стандартное правило, будем им пользоваться. Ну, например, давайте определим сумму двух комплектных чисел. Значит, арифметические операции. Значит, вот у нас есть два числа. Одно число называется X плюс… давайте X1 плюс и Y1. А другое число называется X2 плюс и Y2. Но давайте мы… я хочу записать вот это выражение тоже в виде что-то плюс и умножить на что-то. Ну, я верю в то, что работают все мои привычные операции с числами. Всякие привычные свойства этих операций. В частности, можно переставлять слагаемые. Можно… ну, вот у меня изначально это были вот два отдельных числа. Но я могу раскрыть скобки и переставить слагаемые, и получается такая штука. X1 плюс X2. И дальше я могу вынести и за скобку, и остается и умножить на Y1 плюс Y2. Значит, по определению комплектные числа складываются вот таким образом. Значит, давайте я еще введу некоторую терминологию. Значит, X плюс и Y – комплектное число. В этом случае X… Давайте я считаю, что у меня буквой Z будет обозначаться это комплектное число. В этом случае X называется вещественной частью. Z обозначается вот так. X равняется ре Z. Ре от слова real – вещественный. А Y называется мнимой частью. Значит, обозначается Y равняется им Z от слова imaginary. Значит, как бы воображаемый. Когда всю эту науку придумывали, как-то казалось, что вот есть настоящие частные вещественные числа, а есть вот какой-то полет фантазии, который привел к тому, что у нас появилось число И, которое также называется мнимой единицей. И, соответственно, как-то казалось, что вот эти вот самые мнимые числа, которые включают в себя Y, что они вроде как в большей степени воображаемые, чем вещественные числа. Хотя, конечно, и то, и другое – это чисто продукт нашего мышления. Или и то, и другое существует в реальности. В общем, можно и в то, и в это верить. Соответственно, складываются числа вот так. Вещественная часть складывается с вещественным, мнимая складывается с мнимым. Давайте посмотрим на более интересную операцию. Давайте посмотрим, как комплексные числа перемножаются. Значит, вот у нас есть два комплексных числа – X1 плюс И, Y1. Я хочу умножить на X2 плюс И, Y2. Что получается? Ну, давайте перемножим. Опять же, мы верим в то, что работают обычные правила. В частности, можно раскрывать скобки, вроде подобные слагаемые. Давайте раскроем скобки. X1, X2 плюс И, Y1, X2 плюс И, Y1, X2 плюс И, Y1 на И, Y2. Ну, давайте как-нибудь поупрощаем. Во-первых, вот смотрите, у меня здесь есть такое произведение – И, Y1 на И, Y2. Опять же, я верю в то, что произведение коммутативно можно переставлять местами И, Y1. Поэтому все это можно переписать в таком виде. Это есть И умножить на И умножить на Y1 умножить на Y2. А чему это равняется? Минус И, Y1, Y2. Да. Поскольку мы знаем, что И умножить на Y – это И квадрат, мы договорились, что И квадрат – это минус единица. Это просто минус И, Y1, Y2. Теперь можно привести подобные слагаемые и получить вот такую штуку. X1, X2 минус Y1, Y2 плюс И умножить на Y1, X2 плюс Y2, X1. То есть получается вот такая формула. X1 плюс Y1 умножить на X2 плюс Y2. Это X1, X2 минус Y1, Y2 плюс И умножить на Y1, X2 плюс Y2, X1. Ну, в общем, формула оказалась довольно хитрой. И не такой простой, как со сложением, но, как видите, мы ничем не пользовались, кроме предположения о том, что числа ведут себя так же, как должны. И вот этим утверждением, что и квадрат равняется минус единице. Давайте еще одну штуку я определю, какие еще бывают операции. У комплекса чисел есть операции, которых нет вещественных чисел. Например, есть такая операция, которая называется комплексным сопряжением. Обозначается чертой сверху. По определению это вот что такое. Если у меня было число X плюс и Y, и я его комплексно сопряг, то я получил число X минус и Y. Просто поменял знак у мнимой части. Такая операция тоже есть. Давайте еще одну штуку проверим. Давайте посмотрим, что будет, если я умножу какое-то число на его комплексно сопряженное. Что получается? То есть мне нужно умножить X плюс и Y на X минус и Y. Что получится? X квадрат плюс Y квадрат. X квадрат плюс Y квадрат. Согласны? То есть, смотрите, я перемножил два комплекса числа, и в результате получилось некоторые вещественные числа. Более того, вещественные и неотрицательные числа. Оно нам еще пригодится. И вот этот факт, что Z на Z с чертой равняется X квадрат плюс Y квадрат, нам еще будет важен. Давайте я скажу про представление, графическое представление комплекса чисел. Обычные числа вещественные представляются точками на вещественной прямой, на числовой прямой. Комплекса числа представляются точками или векторами, то есть такими стрелочками с началом в нуле, на декартовой плоскости. Значит, у нас есть декартовая плоскость, которая состоит… Значит, у нас есть горизонтальная ось, по которой отмечается вещественная часть Z. У нас есть вертикальная ось, по которой отмечается мнимая часть Z. Соответственно, у меня здесь есть число 1. Ой, куда-то я перескочил. Значит, у меня есть число 1. Я буду рисовать такие стрелочки, которые соответствуют векторам. Вот у меня число 1 – это просто точка с координатами 1, 0. Это обычное число 1. Потому что что такое единица? Единица – это 1 плюс 0 умножить на i. И я буду рисовать стрелочки сначала в нуле, а концом в этой точке. Где на этой картинке находится число i? В точке 0,1. Да, вот торчит вверх такой вот вектор. Значит, в точке 0,1 находится число i. И все остальные комплексные числа представляются некоторой комбинацией единицы и i. Ну вот, например, число, скажем, давайте сделаю здесь. Отступлю на 3 клетки вправо и на 2 клетки вверх. И получу, скажем, число, которое называется… Значит, вот такое число называется 3 плюс 2i. Значит, это то же самое, что вектор, который начинается в нуле, а заканчивается в точке 3,2. Значит, во-первых, если у меня есть два комплексных числа, и у меня заданы их графические представления, то чтобы найти сумму, мне нужно их просуммировать, ну вот как вектор суммируется. Например, вот есть число 1 и есть число i, а число 1 плюс i – это диагональ квадрата, у которого одна сторона 1, а другая сторона i. Ну и в общем случае комплексные числа складываются по правилу параллелограммы, так как векторы складываются. Значит, это сложение. Интересный вопрос про умножение. Ну вот с умножением тут надо будет немножко разобраться, и более того, чтобы понять, как работает умножение комплексных чисел, хорошо бы ввести полярные координаты. Смотрите. Значит, давайте я буду... Определю такой способ задания точки. Вместо того, чтобы задавать x-овую и y-ковую карнаты точки, я задам два других числа. Вот у меня есть горизонтальная ось, вещественная ось. И начало координат. Точка 0. Теперь я могу отложить от горизонтальной оси в направлении числа i, то есть против часовой стрелки, отложить некоторый угол φ и вдоль этого направления отложить отрезок заданной длиной r. Тогда, если я вернусь в исходные декартовые координаты, значит, вот у этой точки, которая у меня в результате получилась, координаты будут какими? То есть какие координаты точки, которые вот так вот устроены? Значит, если бы r равнялся бы единице, то эта точка была бы на единичной окруженности, и тогда у нее бы горизонтальная координата была бы просто косинусом угла φ, а вертикальной синусом. А теперь нам все нужно умножить на r, поэтому горизонтальная координата получается r косинус φ, а вертикальная r синус φ. Получилась точка вот такая, r косинус φ, r синус φ. Или, если думать про эту точку, как про комплектное число, если считать, что у меня по горизонтали вещественная часть, а по вертикали мнимая часть z, то тогда z равняется r косинус φ плюс и r синус φ. Или можно вынести r за скобку, и остается r на косинус φ плюс и синус φ. Это другой способ представлять комплектные числа. Давайте поймем, кто такой r. Значит, по условию r – это расстояние, как бы это вот длина вот этого самого вектора, длина отрезочка. Как ее найти, если вы знаете, что z – это есть x плюс и y? Как найти r? Ну, r – это корень из x квадрат плюс y квадрат. Да, это есть корень из x квадрат плюс y квадрат. А x квадрат плюс y квадрат нам уже встречалось. Это z на z с чертой. Поэтому, на самом деле, верно такое утверждение. Значит, во-первых, я по определению говорю, что модуль числа z, модуль комплектного числа z – это как раз квадратный корень из x квадрат плюс y квадрат, или что то же самое квадратный корень из z на z с чертой. z на z с напряжением. Кстати, как действует операция сопряжения, если думать про нашу плоскость? Что происходит, если у меня вот такой вот вектор – это число z? Как устроено z сопряженное? Отражение относительно горизонтальной оси. Хорошо. Значит, это мы сказали, что z можно представить в таком виде. Соответственно, у любого комплектного числа есть модуль, а есть вот этот угол φ, и он называется аргументом комплектного числа z. Обозначается вот так. Арк обычно с большой буквы. Значит, это по определению этого тот самый угол φ. Надо сказать, что аргумент определяется неоднозначно, он определяется с точностью добавления двух π. Как и любой другой угол. Вот. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, как работает умножение в этих координатах, в полярных координатах. Давайте представим себе, что у меня есть два числа. Одно число z1, и оно равняется r1 косинус φ плюс и синус φ. Давайте φ1 я здесь напишу. Другое число z2, и оно равняется r2 косинус φ2 плюс и синус φ2. И давайте я их перемножу, пользуясь тем правилом, которое мы сейчас обсудили. Значит, вот у меня есть z1 умножить на z2. Ну, во-первых, можно сразу сказать, что у нас получается r1 и r2 можно сразу перемножить, внести за скобку. А внутри скобки получается такая штука. Значит, мне нужно перемножить косинус φ1 плюс и синус φ1 умножить на косинус φ2 плюс и синус φ2. Ну, давайте раскрывать скобки. Значит, косинус φ1, косинус φ2 минус синус φ1, синус φ2. Значит, это я умножил вот этот и синус φ1 на вот этот и синус φ2. Получил минус синус φ1, синус φ2. Значит, это вещественная часть. Плюс и на комплексную часть. Синус φ1, косинус φ2 плюс косинус φ1, синус φ2. То есть получается такая штука. Не напоминают ли вам что-нибудь эти формулы? Разность косинуса. Мы синусы разность. Да. Ну, я бы даже сказал не разность, а сумма. Еще лучше. Значит, получается, что вещественная часть это просто косинус φ1 плюс φ2, а мнимая часть это синус φ1 плюс φ2. Когда я готовился к вступительным экзаменам, у меня перед моим рабочим столом висела большая табличка, которую я сам себе распечатал, где были вот эти все формулы косинусов и синусов суммы углов. Не могу сказать, что я преуспел в их запоминании. До сих пор я, когда мне эти формулы нужны, как правило, подглядываю куда-нибудь. Или пользуюсь формулами, которые мы сейчас обсудим чуть попозже с экспонентами. Вот. Ну, посмотрите, то есть, что получается? Получается, что если у меня есть два комплектных числа, то что мне нужно сделать, чтобы их перемножить? Ну, во-первых, мне нужно перемножить их модули. А, во-вторых, мне нужно сложить их аргументы. Значит, у меня был φ1. Вот здесь φ2. И, значит, вот их произведение. Значит, вот это z1, это z2. Их произведение, значит, это одно комплектное число, повернутое дополнительно на угол, который соответствует аргументу другого комплектного числа. Здесь должен быть угол φ1. Вот. Ну, хорошо, смотрите, мы умеем комплектные числа складывать и умножать. Чего еще хочется научиться делать? Делить. Ну, давайте научимся делить. Чтобы научиться делить, мне нужно научиться вычислять вот такую величину, единица на z. Как бы это сделать? Ну, вот, смотрите. Я знаю, что z на z сопряженное. Это есть модуль z в квадрате. А я хочу... Что такое обратное? Что такое единица, деленная на z? Это... Если единица, деленная на z, равняется w, то что вы можете сказать про w? Как связаны w и z? Обратный. Если единица, деленная на z, равняется w, то как связаны w и z? Как бы, ну, если не пользоваться делением, обращением и так далее. Пользоваться только теми операциями, которые у нас уже есть. Но обратное? Перемножение дает единицу? Перемножение дает единицу, да. То есть, смотрите, значит, мы хотим подобрать такое число w, чтобы w z равнялась бы единице. Мы знаем, вот если у нас есть число z, то мы можем легко подобрать такое число, чтобы их произведение давало бы вещественное число модуль z в квадрате. Вопрос, как бы нам теперь найти w? Хорошо было бы, мы могли бы взять z с чертой, но вот только не совсем, потому что z с чертой в произведении z дает модуль z в квадрате. Как его модифицировать, чтобы получить обратный z? Это просто обратный z поделить на модуль z в квадрате, нет? Ну, не обратный, да, а сопряженный. То есть, сопряженный, да. Поделить на модуль z в квадрате, да, совершенно верно. Значит, как видите, эта формула позволяет найти, обратную к любому числу, кроме того числа, у которого модуль равен нулю. У каких комплексных числа модуль равен нулю? Нуля только. Только нуля. Да, поэтому, в общем, получается нормальное такое деление. Потому что мы умеем искать обратное ко всем числам, кроме нуля. Ну, окей, на 0 делить нельзя, как было нельзя, так и теперь нельзя. Хорошо. Ну, в общем, вроде как… Есть вопрос. Есть вопрос. Да? Как-то странно просто получается, что мы, чтобы ввести операцию деления, должны найти v, который мы определяем тоже через деление. Ну, это я определил, так сказать, то, что я хочу от этого w. Но дальше я… То есть, то деление, которое здесь используется, это деление на вещественное число. Про него понятно, как оно устроено. Вам нужно просто вещественную мнению часть поделить на это вещественное число. То есть, если у вас z равняется x плюс y, то тогда единица, деленная на z, это такая штука. Это вам нужно x поделить на… Ну, давайте я все-таки буду писать модуль z. Модуль z в квадрате, значит, x квадрат плюс y квадрат. Плюс… Ну, вот так вроде нормально. Деление есть, но это деление вещественных чисел. Спасибо. Хорошо. Смотрите, последняя штука, значит, которая нужно сказать, это вот что такое. Вот у нас была такая функция, которая называется экспонентой. Я хочу найти экспоненту комплексного числа. Я хочу возвести e в какую-нибудь степень какого-то комплексного числа. Ну, как это сделать? Давайте начнем с того, что просто возведем e в степень какого-то и y. Чисто мнимого числа. Давайте посмотрим, что получится. Значит, как определить e в степени и y? e в степени и y – это такая штука. Значит, это и y плюс и y в квадрате… Сейчас, вру, конечно, с единицей все начинается. Единица плюс и y плюс и y в квадрате пополам на 2 факториал. Давайте я напишу. Плюс и y в кубе на 3 факториал. Плюс и y в четвертый на 4 факториал. Плюс и так далее. Ну и давайте немножко раскроем скобки. И приведем подобные слога. Значит, вот у меня есть единица. Дальше и y я потом вспомню про него, пока пропускаю. Что такое и y в квадрате на 2 факториал? Минус и y в квадрате поделить на 2 факториал. А следующее слогаемое тоже без i. Какое будет? Это минус и y на 6. Да, а если без i, то слогаемое, которое не даст i, у которого не будет i в качестве коэффициента. Четвертая степень. Четвертая, да. А что там получается? Минус y в четвертый на 4 факториал. Плюс. Плюс, потому что i в квадрате это минус единица. Когда я его сведу еще раз в квадрат, останется просто единица. y в четвертый на 4 факториал. Ну и так далее. Плюс i. Значит, от i остается i умножить на y. Дальше. Что у нас дальше получается? Минус y в кубе разделить на 3 факториал. Потом здесь будет плюс y в пятый разделить на 5 факториал. И так далее. Не кажется ли вам эти ряды чем-то знакомы? Или тейлера? От каких функций? Синус и косинус. Ну, с косинус. Да. Значит, первое – это на самом деле косинус y. А второе – это на самом деле синус y. Поэтому е в степени и у – это косинус y плюс и синус y. Вот таким загадочным образом связаны экспоненты с трилимметрическими функциями. Ну и давайте я напишу формулу, которая считается очень известной. Е в степени и π. Чему равняется? Минус 1. Минус 1, да. Вот такое вот, кажется, называется тоже степень Эйлера. Значит, формула тоже немножко загадочная, если не понимать, откуда она берется. Как-то так, что мы число е возводим в степень и и вдруг откуда-то π. И получаем минус единицу. Ну, очевидно, получается. Вот. Хорошо. Смотрите, значит, я хотел еще одну штуку рассказать, которая носит уже скорее развлекательный характер. Давайте мы сделаем такую штуку. Значит, я хотел показать одну... Значит, один короткий сюжет, который устроен так. Вот. Давайте мы берем какое-то число. Значит, это некоторое лирическое заключение. Давайте возьмем какое-нибудь число z0. Давайте возьмем даже z0, равное нулю. и сделаем с ним такое действие. Рассматриваем такую функцию. fc от z, который есть z2 плюс c. Ну, только теперь z комплексное число. И давайте рассмотрим такую последовательность. Значит, вот у меня z0 равняется нулю, а zk плюс первое равняется f от zk, fc от zk. то есть это просто zk, t в квадрате плюс c. c какое-то тоже комплексное число. Ну, давайте для проверки. Чему равняется z1? z. c. Да. Чему равняется z2? c в квадрате плюс c. c в квадрате плюс c, да. И так далее. В общем, понятно, как дальше строится последовательность. Значит, вот у меня такой вопрос. При каких значениях c – это последовательность? Стремиться к бесконечности? И как быстро? z – это комплексное число. c – тоже комплексное число. Комплексное число можно возводить в квадраты, можно их складывать. Значит, определена вот такая функция. Вопрос. Значит, вот в зависимости от c эта последовательность может вести себя по-разному. Вот я предполагаю, что при каких-то значениях c – это последовательность стремиться к бесконечности, а при каких-то – нет. Значит, дальше я могу сделать такую штуку. Я могу… Вот у меня c – это комплексное число, и поэтому я могу сделать такую штуку. Вот у меня здесь будет вещественная часть c, здесь будет мнимая часть c. И я могу нарисовать картинку, в которой будут выделены те точки, в которых последовательность затента и не стремиться к бесконечности. А те точки, в которых она стремится к бесконечности, тоже будут выделены, они будут разукрашены разными цветами в зависимости от скорости. Значит, понятно ли построение? Значит, я про каждую точку c спрашиваю. Значит, точка c задает мне вот такую последовательность, последовательность заткатых. Про каждую точку c я спрашиваю, как устраиваю предельное поведение этой последовательности? Ну, например, при c равняется нулю. Как ведет себя эта последовательность? Ну, все ее члены равны нулю. Да. А вот бывает ли такое… Ну, вот понятно, что если цена, например, будет очень большим, то, наверное, последовательность будет стремиться к бесконечности. А вот что еще можно сказать? Ну, вот давайте я сейчас вам покажу короткое видео, и мы на этом закончим сегодняшнюю лекцию, закончим весь курс. Значит, ну, какое бы вам видео показать? Давайте я вот такое видео покажу. Я сейчас пришлю ссылку просто на YouTube, и я не знаю, сколько она будет хорошо отображаться у меня с трансляцией. Значит, я сейчас попробую сделать, решать со своего экрана. Значит, вот смотрите. Та картинка, которая сейчас находится в центре, называется множество Мандельброта. И вот то, что закрашено черным, таким совсем черным посерединке, это множество тех значений c, при которых наша последовательность не стремится к бесконечности. Снаружи, ну, здесь тоже есть что-то темное, но все эти точки соответствуют тем значениям c, при которых последовательность стремится к бесконечности. Делается с разными скоростями. Давайте я буду увеличивать. Хочу разглядеть повнимательнее, как это множество устроено. Ну, собственно говоря, видюшка как раз про это. Там, если что, полтора часа этого видео, и все эти полтора часа происходит просто увеличение масштаба и одной и той же картинки. То есть картинка на самом деле не меняется. Эта картинка изначально вот она такая. Это фрактал Мандельброта. Видно, что в ходе увеличения мы в качестве частей наши картинки получили снова множество, которое похоже на тот же фрактал Мандельброта. А его кусочком является снова какой-то фрактал Мандельброта. Вот. Ну и, в общем, короче говоря, можете потом когда-нибудь досмотреть то, что здесь получается. Но я хочу подчеркнуть, что вся эта картинка со всей этой сложностью была получена из той формулы, которую я написал, и из того процесса, который я написал. Это процесс, в котором просто следующий элемент получается как предыдущий элемент в квадрате плюс c. Ну, вот оказывается, что предельное поведение настолько сложно. Значит, разные цвета, да, это разная скорость стремления. То есть все, что не чисто черное, это означает, что соответствующие точки уходят на бесконечность. Точка 0 для соответствующего значения параметра c уходит на бесконечность, но просто с разными скоростями. Есть просто моменты, когда понятно, что начиная с этого момента оно будет уходить на бесконечность, и в зависимости от того, как быстро мы этого момента достигаем, мы раскрашиваем точки в разные цвета. Вот. Если хотите, если умеете программировать на чем угодно, вы можете написать сами такую программу, которая вот эту штуку строит. Ну, может быть, не с таким увеличением. Людям, которые это сделали, пришлось хорошенько повозиться. Но, тем не менее. По крайней мере, нарисовать картинку, которая была в начале, очень легко. Когда-то мне попала в руки книжка «Красота фракталов», и мне так понравились картинки, что пришлось стать математиком, чтобы понять, что там, что это вообще такое. Вот. Ну, ладно. Я думаю, что и весь полуторачасовой ролик мы сейчас смотреть не будем. Там много всего интересного. Вот. Ну, собственно говоря, это, наверное, все, что я. успею вам рассказать за этот курс. Есть ли какие-нибудь вопросы? Ну, хорошо. Если вопросов нет, тогда на сегодня все. И с лекциями все. Но я буду рад организовывать консультации. И, в общем, до встречи на консультациях и на финале. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Как мы получили в самом конце 1 деленное на z, равное x делить на x квадрат плюс y квадрат? Просто раскрыть на z и все? Ну, да, сейчас, смотрите, значит, я... Давайте... Давайте еще раз посмотрим, как это работает. Смотрите, я знаю, как умножаются комплексные числа. Я знаю, что комплексные числа умножаются так, что... Ну, вы смотрите, вот если у меня есть комплексные числа, допустим, z равняется x плюс y, есть какое-то вещественное число альфа, то альфа умножить на z, это просто мне нужно отдельно x умножить на альфа плюс y умножить на альфа. То есть я верю в то, что у меня такие операции работают более-менее, как обычно. И таким образом понятно, что если мне нужно поделить комплексные числа на вещественное, то это все равно, что умножить его на единицу деленную на альфа. То есть это все равно, что... То есть z деленное на альфа, это есть x деленное на альфа плюс y деленное на альфа. Вот. Таким образом, если мне нужно найти z с чертой разделить на модуль z в квадрате, то это означает просто, что мне нужно найти... Значит, что мне нужно x поделить на модуль z в квадрате. Модуль z – это вещественное число. Плюс и y поделить на модуль z в квадрате. То есть x поделить на x в квадрате плюс y в квадрате плюс и y поделить на x в квадрате плюс y в квадрате. Вот так эта штука работает. Там минус, наверное. Минус, конечно, да, минус, конечно, потому что сопряжение нужно. Значит, я верю в то, что деление на вещественное число работает вот так по элементу. Тут нет никакой новой магии. Магия возникает, когда вы что-то делаете, занимая комплектные числа. На фамилии может быть все, что мы прошли. Кроме построения множества модуль z в квадрате. Я не буду вас спросить, построить множество модуль z в квадрате с помощью ручки бумажки. Окей, а вот про эту последовательность. Я правильно понимаю, что у нас z в квадрате будет выглядеть как c в кубе плюс c в квадрате плюс c или нет? Не c в кубе, потому что нам нужно будет вот такую штуку сделать. Поэтому это будет c в четвертой плюс 2c в кубе плюс c в квадрате плюс c. Такая штука. Потом мы уже так же берем, создаем. Значит, вы всякий раз делаете вот такую вот операцию. Возводите в квадрат, проявляете c. Окей. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Так, ну что, еще вопросы? Спасибо.